всем привет дорогие друзья и подписчики в этом видео я хочу вас научить как можно приготовить творожные ватрушки творогом сыром чесноком и зеленью такие ватрушки получаются очень вкусными ароматными и красивыми кого заинтересовало это видео этот рецепт смотрите видео дальше желаю вам приятного просмотра начала приготовлю тесто в тазике соединю 350 грамм творога у меня 5 процентный добавлю сюда стакан муки 150 грамм вообще по идее нужна мука рисовая у меня цельнозерновая у кого есть рисовая добавьте рисовую нет добавьте обычную вбиваю сюда одно яйцо куриное пол чайной ложки разрыхлителя натираю небольшой кусочек сыром весом где-то 30 грамм теперь все это перемешиваем перемешиваем просто ложкой лучше рукой потому что комочки творога слишком большие остаются и получается такое творожное тесто у меня все убираю пока в сторону и перехожу к приготовлению начинки я начинки беру такой же турок 5 процентный масса 150 грамм натираю сюда сыр начинка же сырная по сути сыра я беру 70 грамм такой небольшой кусок натираю на крупной терке все равно расплавится потом после сыра я натираю сюда 4 зубчика чеснока зубчики не сильно большие натираю кстати на мелкой терке можете через чеснокодавку после чеснока добавляю столовую ложку такую полную с горкой 15 процентной сметаны и нарезаю сюда зелень 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 у меня такой приличный пучок а здесь у меня кинза укроп и петрушка кинза больше всего вы на свой вкус если не любите кинза то не добавляйте можно также добавить зеленый лук все это мелко нарезаем дели не промыл заранее теперь мелко нарезаю не отправляю в начинку все ингредиенты соединены теперь можно это все аккуратно перемешать соль ни в коем случае добавлять не нужно в начинку так как здесь находится сыр он и придаст солоноватость нашей начинки и сама же начинка придаст как сказать солоноватость тесту поэтому в тесто тоже нужно добавлять соли начинку убираю пока в сторону беру тесто и теперь мне нужно накатать шарики приблизительно по 60 грамм 60-70 все в итоге у меня получилось 9 шариков теперь мне это надо шарики разместить на противень смазанным маслом беру пока в сторону противень я застелил пергаментной бумагой для выпечки смазываю растительным маслом пергаментом так как он у меня не промасленным все теперь каждый шарик беру так немного расплющиваю его и делаю у него посередине углубление получается они такие небольшие кусочки если хотите побольше то делайте тогда шарики массой больше но количество получится у вас меньше все тесто я распределил по противню теперь я в пиалку разбиваю одно куриное яйцо этим яйцом теперь мне нужно смазать все тесто творожное все тесто я смазал теперь укладываю свою творожно-сырную начинку с чесноком начинку всю распределить нужно пускай даже это будет с горкой и после того как я распределил всю начинку посыпаю кунжутными семечками теперь всю эту красоту я отправляю на 25 минут разогретую до 180 градусов духовку 15 минут прошло батрушки уже готовы запах уже такой чеснока стоит прям хочется уже попробовать сначала подожду пока они остынут потом попробую батрушки немного отстыли я уже одну попробовал получилось очень вкусно аромат чеснока сыра просто обалденно попробуйте тоже приготовить не пожалеете благодарю тех кто посмотрел это видео до конца кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь жмите на колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео также пишите в комментариях любите ли вы блюда из творога может не не стоит больше готовить из творога или наоборот побольше готовить из творога в общем пишите отвечу всем желаю вам всего доброго спасибо 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 спасибо